Всем привет, ребят! С вами Сюзанна, и сегодня у нас будет довольно масштабная рисовалка в честь наступающего Нового Года. И лучше всего сюда подходит этот Джонатан, Франклин и Итан, мои любимые булочки. Сейчас вы увидите, насколько огромное количество маркеров я буду использовать. Их действительно будет очень много, да и плюс одной и той же фирмы Артекс. Давайте считать первый набор, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Можно сказать седьмой, он просто поделен. Затем восьмой. Вот вроде бы все, но куда еще больше, их и так очень много. Но нет, ребят, это не конец. Девятый набор. Десятый. А одиннадцатый и двенадцатый. Если все в итоге подсчитать, то в нашем распоряжении имеется целых четыреста маркеров. Это жесть как много. Думаю, уже многие поняли, что это одна из моих самых любимых фирм маркеров Артекс. Так что кому надо, все ссылочки на их соцсети, где можно их приобрести, я оставлю внизу в описании под этим видео. Как раз таки у них появились недавно новые новогодние наборы, какие-то обновления, да и плюс сейчас действуют скидки. А у меня, ребят, есть для вас просто отличная новость. Это то, что я запускаю с сегодняшнего дня новый мега крутой новогодний конкурс. Сейчас на экране вы можете видеть все призы, которые получит наш победитель, опять-таки выполнив самые легкие правила, которые не займут у вас даже пяти минут. Я постаралась сделать максимально легкий конкурс, чтобы вы не тратили в празднике свое личное время, но призы подобрала довольно достойные. Так что, если хотите поучаствовать, то обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии в мой инстаграм и участвуйте. Ну что ж, вроде бы все вам рассказала и теперь, наконец-таки, можно приступать к покрасу. И, конечно же, пока вы за этим действом наблюдаете, я хочу поздравить вас с наступающим новым 2022 годом и пожелать вам всего самого наилучшего. Но все-таки, согласитесь, самое главное – это здоровье. Когда человек болеет, то ему ничего не хочется, поэтому желаю вам крепкого здоровья и никогда, ребят, не болейте. Надеюсь, что последние деньки уходящего 2021 года вас также не менее порадуют и у вас будет отличное новогоднее настроение. Все мы тут в ожидании чуда, подарков, новогодней классной еды, потому что готовим мы ее всего лишь раз в год, и это того стоит. Поэтому проведите его незабываемо. И, надеюсь, 2022 год будет лучше, чем предыдущий. Хотя, знаете, все мы так думаем, все мы надеемся, но почему-то каждый год говорим одно и то же. Но, несмотря на это, я думаю, у каждого человека за спиной есть какие-то теплые, хорошие воспоминания, подумав о которых у вас на душе становится действительно уютно. И я очень надеюсь, что подобных воспоминаний, подобных классных моментов будет все больше и больше. Еще хочу сказать большое спасибо всем, кто продолжает смотреть мои видео и поддерживать мое творчество. Ребят, вы не представляете, насколько же мне приятно читать ваши комментарии, смотреть и знать, что вам нравится то, что я делаю. Это невероятно мотивирует, и я продолжаю развиваться в своем деле. Кстати, новогодний подарочек, который вы мне уже сделали, это то, что в моем тикток-аккаунте наконец-таки стукнул целый 1 миллион подписчиков. Это вообще мой первый миллион где-либо, и я настолько рада. Вообще, ребят, бесконечное вам спасибо. Это огромнейшее число для меня, и я была вне себя от радости, когда я зашла утром в тикток и просто смотрю, а там миллион. Миллион... Все, явнее что сразу. А еще с недавнего времени я стала делать в тиктоке прямые трансляции, либо эфиры, как это правильно называется. Но, короче, если вы вдруг не подписаны на мой тикток-аккаунт, пока что не смотрите мои видео, потому что я туда, ребят, снимаю каждый день. Да-да, каждый день выходят разные распаковки, рисовалки и прочее из моей жизни. Так что, кому интересно, ссылочку на свой тикток я оставлю внизу в описании под этим видео. Давайте я добавлю вам еще чуть-чуточку новогоднего настроения и покажу, как у нас тут украшен один из торговых центров. Не правда ли, очень красиво. Обожаю данный праздник, и именно на него продают больше всего разных крутецких штук, которые хочется скупить абсолютно все. Ладно, все, продолжаем раскрашивать нашу троицу. Кстати, в прошлом году я на Новый год рисовала только Джонатана и Франклина, но сейчас мне кажется, Итан это идеальное дополнение к ним, потому что без Итана все, никуда. Итан это один из трех главных персонажей. Можно сказать, что он прям жестко, четко утвердился, и теперь он очень важен. Хм, вот сейчас говорю, и мне что-то стало интересно. Ребят, а какой из моих персонажей, ну, Джонатан, Франклин или Итан, вам нравится больше всего? Вот, например, у меня такое часто спрашивают, особенно в личных сообщениях в Директ. Я всегда отвечаю Франклин, потому что именно Франклина я придумала, нарисовала, создала, короче, первым. С этой рыжей булочки началась вся история и вообще мой путь к чему-то, знаете, своему, потому что до этого момента я всегда срисовывала картинки, либо же просто рисовала арты на уже существующих персонажей, но у меня своих персов не было. Думаю, у кого уже есть свои персонажи, они знают, насколько это классное чувство, когда ты рисуешь именно свое, когда ты можешь нарисовать любую одежду, сделать любой характер, короче, вот все твое. Ты чувствуешь этих персонажей, ты можешь делать что угодно. Это необыкновенно классно, потому что именно ты создаешь целую вселенную. И, ребят, еще раз хочу вам сказать большое спасибо за то, что в тот момент, когда только появился мой Франклин, когда я запостила первый рисунок вот с ним, хотя тогда он выглядел совершенно иначе, нежели сейчас. Но все равно вы так тепло приняли, вы писали столько позитивных, столько воодушевляющих и хвалебных комментариев, я настолько сильно загорела всем этим делом, поэтому и продолжила. Хотя обычно я, когда что-то делаю, слишком быстро забрасываю, мне становится что-то неинтересно, но сейчас, смотря на то, что вам все это нравится, я продолжаю, продолжаю, и мне самой безумно нравится это делать. Эх, столько всего вам высказала, хотя подобные последние видео в году для этого и существуют, чтобы подводить итоги и говорить все, о чем вы думаете. Я очень надеюсь, что и дальше буду продолжать развиваться в сфере рисования, писать историю про персонажа, на которую я немножечко подзабила, из-за того, что мне не хватает слегка времени, я не хочу делать что-то тепля, поэтому надеюсь, вы поймете и немного подождете, и новые части истории все-таки будут. Некоторые думают, что все, но на самом деле нет. Все будет, но не сразу, как говорится. Главное это терпение и, конечно же, подписка на мой инстаграм, потому что именно в инстаграме выходят истории и разные рисунки. Именно там намного больше всего, чем вы видите здесь на ютубе. Так, ну что ж, я уже практически заканчиваю работать с маркерами. Вот такой вот рисунок яркий, красочный, сочный, прям поистине новогодний у нас получается. Но это еще, ребят, не все. Давайте для более снежного, морозного эффекта добавим белого карандаша и белую гелевую ручку. Немного подправлю, сделаю побольше белых бликов, белых точек, потому что вот эти вот снежинки у меня как-то зарисовались, я не стала их сильно вырисовать, поэтому все это мы еще раз обработаем и сделаем беленьким. В итоге смотрите, что у нас получилось. Мне кажется, с белым стало смотреться намного лучше. Я очень старалась над каждым из них и надеюсь, что вам понравилось. Давайте покажу вам немного поближе, чтобы вы смогли все тщательно рассмотреть. Тут достаточно много белой гелевой ручки, я и каждого персонажа обводила, чтобы они не сливались с фоном, а именно выделялись, они будто бы прям светятся. Мне нравится то, что на маркерах ручка пишет хорошо, поэтому данную работу я сделала достаточно быстро. Но обратная сторона, конечно, зачетно выглядит, сразу понятно, кто здесь олень. Ну а вы, ребят, напишите в комментариях, кто вам здесь понравился больше всего, Джонатан, Франклин, либо же олень Итан. А может быть, вам нравятся все, так тоже можно. Ну и давайте под конец, как всегда, минуточка внимания для топа комментариев с прошлого видео. Огромное спасибо, что вы пишете свои комментарии и оставляете отзывы. А на этом было все, всем большое спасибо за просмотр, еще раз поздравляю всех с наступающим, не забудьте поучаствовать в моем конкурсе, ссылочки в описании. А мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok